Чуть больше года прошло с момента введения в регионе обязательного масочного режима. За это время мы пережили несколько волн пандемии, дождались создания вакцин и как-то уже привыкли к жизни в ковидных условиях. Снято большинство ограничений, но расслабляться все еще рано. Коронавирус не делся никуда. Практически в ежедневном режиме сообщают о новых штаммах. Эксперты предрекают очередную волну заболеваемости. Мы расследим на данный момент ситуацию по коронавирусной инфекции как стабильную, то есть имеющую тенденцию к стабилизации. Хотя стабилизация эта возникла на достаточно высоких цифрах, поэтому говорить о том, что эпидопстановка благоприятная, на данный момент было бы преждевременно. Мне бы хотелось напомнить, что на территории Саратовской области по становлению 208П введен также масочный режим, который необходимо соблюдать как в транспорте, так и на территории других объектов. Ну и естественно на улице, если нет возможности соблюдать меры социального дистанцирования. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько люди соблюдают масочный режим? Почему без маски? Я забыла. Вы так всегда носите, да? Вот она лежит. Конечно, всегда ношу, но я привитая. И если в магазине еще как-то соблюдают масочный режим, пусть и при напоминании... Воспользуйтесь масочкой. Давайте они здесь. Вот они, посаждают. ...то в набитом общественном транспорте отсутствие средств индивидуальной защиты никто не контролирует. Между тем, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно автобусы, трамваи, троллейбусы и особенно маршрутки сегодня наиболее опасны в плане распространения инфекции. В переполненном транспорте соблюдать социальную дистанцию невозможно. Санитайзеры есть? Что? Санитайзеры. Ну что такое? На юридических лиц индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки, возложена обязанность два раза в сутки проветривать салоны транспортных средств, а также обрабатывать контактные поверхности с использованием средств, активных в отношении вируса. Данный процесс контролируется как органами Роспотребнадзора, так и органами МВД и, соответственно, органами местного самоуправления. В Саратовской области на сегодняшний день более 15 тысяч протоколов составлено на граждан в отношении несоблюдения мер, которые возложены на граждан, а также на юридических лиц, то есть на перевозчиков. Вынесено 14 постановлений об наложении административного штрафа и одно постановление о приостановлении деятельности. Однако горожан не пугают ни угроза заражения, ни штрафы. С маской жарко, забыл, у меня вакцина. Саратовцы называют разные причины отсутствия средств индивидуальной защиты. Что говорить про пассажиров, если и сами водители давно перестали носить маски? С конечного остановочного пункта автобус не должен трогаться, пока все пассажиры не находятся в масках. Но, к сожалению, в пути следования за этим это контролировать крайне сложно. Иногда просто сами водители тоже не надевают. Бывает и такое. И я хочу сказать, что у нас по всем контрольным органам за время пандемии более ста водителей были привлечены к ответственности, к дисциплинарной, к административной. Поэтому водитель, это его прямая обязанность, он осуществляет работу. К сожалению, мы наблюдаем то, что люди устали, люди расслабились, чувство опасности многих из них притупилось. И поэтому можно констатировать одно. При себе маски имеют все, но одевают их, когда видят, что проводится контрольная работа. К сожалению, сейчас большинство пассажиров маски во время движения не используют. Вы не опасаетесь без маски? Опасаемся. Почему не носите тогда? Она у меня, потому что задыхаешь из меня. Невозможно. Ходить невозможно. Так-то еле дышишь еще. Маску. Я сейчас одену. Вы надеваете, да? Да, вот ищу. Но будет много народу, оденем маски. Сейчас этого не требуется, и кондиционер к тому же здесь. Все, кто в масках ездил, и знакомых, все болели тяжело. А если я переболел, то в легкой форме. Если вы переболели, да? Я не знаю. Говорю, если, то в легкой форме. Не могу с маской ходить. Просто не могу. Мне нравится. Привитым маски не надо. Да вы это знаете? Закон. Многие из тех, кто прошли эту процедуру, ошибочно думают, что им нет необходимости носить в общественном месте маску. Это не так. Вакцина, она эффективна, но этот человек может получить инфекцию, которую передаст третьим лицам. Поэтому, повторяю еще раз, масочный режим обязательно в общественном транспорте для всех. Тех, кто прошел вакцинацию, тех, кто не прошел, тех, кто пройдет. Это обязательное требование. Пока в России темпы вакцинации оставляют желать лучшего. В ряде регионов даже решили пойти на крайние меры. В Якутии заикнулись об обязательности прививок, но были оперативно поправлены президентом Владимиром Путиным. Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами, сами осознать эту необходимость. Эпидемиологическая обстановка в Саратовской области остается напряженной. За год пандемии более 62 тысяч заболевших и уже больше тысячи умерших от ковида. Во многих регионах России во время пандемии коронавируса проходят акции, напоминающие о важности ношения масок в общественных местах. Российские волонтеры надевают средства индивидуальной защиты на наиболее значимые городские памятники. Даже на бронзовых фигурах московского метрополитена появились маски. Мы тоже решили поддержать эту инициативу. И для того, чтобы привлечь внимание саратовцев к соблюдению мер безопасности, примерим на некоторые центральные памятники все еще необходимый атрибут на время пандемии.